Сегодня третий день работы фестиваля и участники продолжают прибывать на курорт. По словам организаторов, в Сочи планирует прибыть более 50 тысяч человек. А это значит, что город бьет рекорды по количеству делегатов. Ранее считалось, что самый массовый молодежный форум прошел в Москве в 1957 году. Тогда количество участников составило 34 тысячи человек. Сначала планировалось, что в Сочи приедет порядка 25 тысяч участников. И так как количество гостей в разы увеличилось, в особом режиме ведет работу городской штаб. Его задачи – круглосуточный мониторинг за санитарным состоянием, службами коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, а также контроль за размещением гостей и работой волонтеров. Помогаем федеральному штабу, решаем те задачи, которые поступают ежеминутно. Все это берется на учет, отрабатывается. Каких-то серьезных сбоев, инцидентов пока нет. И мы очень надеемся, что в таком же режиме мы закончим это мероприятие. Сейчас территория Олимпийского парка, по словам руководителей городского штаба, практически в идеальном состоянии. Это отмечают и гости курорта. Мы любим Сочи! Я впервые приехал в Россию и впервые посетил Сочи. Во-первых, мне очень нравится организация фестиваля. Это здорово, что здесь собралось так много ребят из разных уголков планеты. Мы уже начали знакомиться. Что касается самого города, он прекрасен, чистый, цветущий. Правда, тут прохладнее, чем в моей стране. Это как зима для меня. А вот чтобы участники фестиваля не простыли и не заболели сезонным гриппом, на территории Олимпийского парка организована мобильная лаборатория. В ней все желающие могут бесплатно пройти вакцинацию, чтобы приобрести так называемый популяционный иммунитет. Популяционный иммунитет можно выработать только благодаря вакцинации. Никакого другого пути абсолютно не существует. Поэтому мы только за то, чтобы вакцинация против гриппа охватила как можно больше нашего населения. Потому что тогда во всех возрастных группах у нас будет гарантирована очень низкая заболеваемость. Как самим гриппом, слава богу, в нашем городе еще ни одного случая не зарегистрировано. Так и острыми респираторными заболеваниями. Несмотря на плотный график формы, его участники выходят за пределы медиа-центра, гуляют и развлекаются на разных площадках активности. Картинг, футбольная и баскетбольная площадки – это лишь часть из возможных мест для досуга. И в плане медобеспечения участники фестиваля могут быть спокойны. На территории Олимпийского парка ежесуточно работают 36 бригад скорой помощи. Кстати, еще одна возможность участников – бесплатно проверить себя на ВИЧ-инфекцию. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.